Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Аркелян, и я очень рада вновь приветствовать именно тебя на моем канале. И это Страшная История. Так как в преддверии у нас потрясающий праздник Хэллоуин, вы мне писали во всех социальных сетях, Карина, мы ждем от тебя страшные истории. К сожалению, я не смогла подготовить для вас неделю страшных историй, но подготовила две, которые вы писали мне, вы, естественно, в директе, в инстаграме. Если же вам понравится это видео, я жду от вас в первую очередь лайка, подписку. Если вы до сих пор не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь для того, чтобы не пропускать интересные видосики. Я знаю, как вы скучали по мистике. Я сама безумно соскучилась по страшным историям, поэтому именно эту историю я хочу назвать как ночной гость. Этой историей со мной поделился мой подписчик Олег, и в самом начале скажу, что тут не будет никакого счастливого конца. Я хочу, чтобы вы к этому подготовились. Я желаю вам приятного просмотра, а мы можем начинать. Поехали! В детстве Олег вместе со своей любимой младшей сестренкой Аней очень любил постоянно уезжать к своей любимой бабушке. С бабушкой у них были просто замечательные отношения, они постоянно общались, какие-то игры играли. Бабушка была у них сама по себе очень добрая, веселая, ну и как все бабушки, очень любила готовить всякие вкусности. Они очень любили уезжать к бабушке за город, там всегда была не очень хорошая связь, но зато атмосфера царила просто нереальная. Во-первых, лес, во-вторых, домик сам по себе у бабушки был такой старенький, но очень атмосферный. И все детство Олег с Аней любили проводить у бабушки. И именно в одну из этих чудесных поездок начали происходить очень странные вещи. Причем они реально не поддавались никакому объяснению, и Олег до последнего не хотел во все это верить. Все началось ночью, ребята после приезда очень устали, ехали несколько часов до бабушки. Бабушка, к сожалению, в последнее время, в связи со своим не очень хорошим здоровьем, не смогла приезжать к ним часто. Хотя раньше она посещала их дом, Олег с Аней, в частности, начали приезжать к ней. Их комната находилась на втором этаже дома. И бабушка постоянно застилала там новенькую постель, делала определенный какой-то порядок, ну и покупала, возможно, какие-то приятные подарочки. Бабушка их встретила, они посидели, попили чай, ну и ребята сразу же улеглись спать без задних ног, потому что очень устали. Ночью Олег услышал очень странные звуки, которые доносились из-за двери. И толком он изначально не обратил на это никакого внимания, потому что у бабушки не очень хороший режим, и она ночью могла резко проснуться и больше не спать. Когда Олег услышал звуки, обратил внимание на то, что сестра на кровати уже не спит. Сначала у него какие-то бзики в голове произошли, он подумал, что уже наступило утро, но потом понял, что за окнами темень. И подумал, что, возможно, сестренка спустилась вниз для того, чтобы попить воды. На утро они проснулись вместе, пошли почистили зубы и спустились на кухню. Бабушка уже приготовила им вкуснейший завтрак. Бабушка ушла заниматься своими делами, и как Олегу Сане показалось, она 100% была в подвале, где у нее хранились все вещи для ее рукоделия. Она вязала, постоянно занималась чем-то таким спокойным, тихим, могла включить радио, которое работало и то не очень хорошо, ну и толком не слышала, чем занимаются дети. За столом Олег вспомнил, что слышал очень странные звуки ночью и решил задать вопрос Ане, где она была, почему в конце концов она не спала. Он был уверен, что слышит в ответ, я ходила попить воды, но не тут-то было. Сестра ответила, что это не она шумела, это был ее друг, который искренне за это хочет извиниться. Ну, у Ани было очень много воображаемых друзей, поэтому, в принципе, Олег не придал этому никакого значения, и он был уверен, что у Ани уже появились у бабушки тут дома какие-то новые воображаемые друзья. Олег решил Ане подыграть и спросил, ну и как же выглядит твой воображаемый друг, опиши мне его. В этот момент Аня кушала, и как только прозвучал вопрос от Олега, она резко убирает вилку, смотрит ему в глаза и говорит, я не знаю, у него нет лица. На следующую ночь Олег вновь просыпается, практически в одно и то же время, как ему показалось, и доносились звуки, которые не были похожи на те, которые он слышал той ночью. Немного прислушавшись и уже более-менее проснувшись, Олег начинает слышать странное бормотание, которое его немножечко насторожило. Через некоторое время он все-таки решает спуститься вниз и посмотреть, что там происходит, потому что бормотание реально было очень странное. Ну и из-за того, что он слышал странные звуки, плюс еще дверь, которая начала скрипеть, когда он выходил из комнаты, напрягла его еще сильнее. Потом он начал спускаться по лестнице и обратил внимание на то, что в доме какой-то странный сквозняк. И он продолжал слышать это странное бормотание, ему нужно было завернуть за лестницу, чтобы понять, что в конце концов происходит. Звуки становились все громче и громче. И тут, как только Олег завернул за лестницу, он обращает внимание на то, что сестренка стоит у открытого окна и что-то бормочет себе под нос. Олег начинает на нее, естественно, сразу же ругаться, потому что был уверен на 100%, что после разговора там за завтраком, сестренка не восприняла его вопросы всерьез или же решила его просто как-то разыгрывать, посмотреть, реально ли он такой смелый, каким себя показывает. Ну и в тот момент его осенило, и он резко понял, что такие звуки, которые он слышит и слышал там наверху, сестра бы даже близко не смогла произвести. И Олега они крайне настораживали. Сестра обратила внимание на то, что Олег заподозрил, что что-то происходит, спустился к ней, она резко оборачивается. Олег начинает на нее кричать и задает вопросы, что происходит, что ты творишь вообще, ну, объясни мне, зачем ты открыла окно посреди ночи. И тут сестра начинает кричать ему в ответ. И во время того, как она на него кричала, и сейчас я скажу, что Олег обратил внимание на то, что она кричит и смотрит на него такими глазами, как будто бы просит какой-то помощи. Одновременно была какая-то ненависть, как будто бы в нее кто-то вселился. Так вот, закричала она очень странные слова. Не кричи, ему это не нравится. И тут Олег сразу же понял, что что-то явно не то. После этих слов сестра резко замолчала и начала указывать вот так вот пальцем на окно. Олег просто решил включить фонарик и посмотреть, что в конце концов происходит. Он включает фонарик, подходит к окну и обращает внимание на то, что внизу, то есть на полу, какие-то странные следы, которые тянутся к этому окну. Но сам он ничего не видел. Олег тут же берет сестру за запястье, закрывает окно и тащит ее в комнату. У бабушки, как я вам говорила, ребят, был очень странный режим, и она просыпалась всегда от любого шороха. Но тут не было абсолютно никакой реакции, хотя она бы уже давным-давно могла выйти и спросить, дети, что происходит. В тот момент, как Олег с Аней поднимались по лестнице, он говорит Ане, просто никогда больше с ним не общайся. Это тебе не друг, не вздумай больше открывать окна и выходить из комнаты без моего ведома. Они поговорили с Аней, подумали, что это, возможно, какое-то странное истечение обстоятельств, или у Ани были такие моменты, когда она еще там, в городе, лунатила и вела себя максимально странно. Поэтому подумали, ну ладно, но на всякий случай, проснувшись, они разбудят бабушку и скажут ей, чтобы она обязательно отвезла их домой. Придумала все возможное, чтобы они отсюда уехали. Очень ранним утром, от того, что Олегу толком не спалось, и часов в 6 утра он понимает, что нужно будить сестру, забегать в бабушкину комнату, просто будить ее и объяснить ей, что в конце концов происходит, попросить ее отвезти обратно. Но, как ни странно, ребят, бабушки дома не было. И когда ребята забежали в комнату, обернувшись за столом, они обратили внимание, что там лежит какая-то записка. В записке было написано, что ее не будет дома, она будет завтра. Что в конце концов происходит, Олегу это очень напрягло, и он понял, что ему с Аней нужно срочно думать, что делать. Олег взял себя в руки и понимал, что нужно с самого этого раннего утра готовиться к ночи. То есть они хотели закрыть все окна, чуть ли не заколотить все двери, просто чтобы быть в безопасности. И целыми днями он с Аней просто разговаривал и уже понимал, что он потихонечку начинает сходить с ума, потому что Аня толком не понимала, что происходит. Ну, уехала бабушка и уехала, ладно, мне и с тобой будет весело, она же ребенок. Уже к вечеру все окна были завалены мебелью, а старый холодильник подпирал входную дверь. Они заперлись на втором этаже, обезопасили себя как только могли и ждали прихода бабушки. Где-то в три часа ночи Олег обратил внимание на то, что с первого этажа доносится какой-то тихий скрежет, как будто бы кто-то скребет когтями по лестнице. Со временем этот скрежет был не так слышен, но постепенно Олег начал обращать внимание, что скрежет этот все ближе и громче, как будто бы тот, кто издает эти звуки, приближается к их комнате. Олег быстро разбудил сестру, потому что сразу же почувствовал что-то неладное, и начал говорить ей шепотом на ушко, чтобы она была на готове. После слов Олега звуки резко прекратились, как будто бы кто-то слышал все то, что они говорят. Ребята в страхе уставились на дверь и просто не могли отвести от нее взгляд. И тут Олег понял, что нужно как можно скорее отодвигать шкаф, и они должны просто взять и спрыгнуть со второго этажа вместе с Аней и бежать, куда глаза глядят. Потому что открывать дверь и спускаться по той лестнице, по которой кто-то точно поднимался, это явно не вариант. И когда Олег уже отодвинул шкаф, он услышал звуки около входа в их комнату, то есть за дверью, как бабушка просто говорит ему, «Дорогой мой, открой, пожалуйста, дверь, я уже давно дома». Олег сначала не понял, что происходит, потому что звук бабушки был немножечко такой дрожащий, странный, но это был 100% голос бабушки. Поэтому Олег, не раздумывая, тут же побежал к двери, и открыв ее, он понял, что там никого нет. И тут он обращает внимание на то, что внизу нацарапано одно слово «Обернись». Обернувшись, он понимает, что окно уже просто нараспашку открыто, и что сестры в комнате нет. В эту же секунду он понял, что открывать дверь в их комнату – это была огромная ошибка. У Олега просто началась истерика, он понял, что все, с сестрой 100% что-то случилось, поэтому Олег от безысходности начал звать бабушку, истерично бегать по всему дому, так как в ответ он ничего не услышал, бабушки точно не было дома. Олег просто начал сходить с ума. Он резко отодвигает тот самый холодильник и открывает входную дверь и просто выбегает. Он обращает внимание на то, что вдали стоит его сестра, и ее за руку держит какая-то странная сущность, которая была темная, высокая, и выглядела она максимально странно. Доходит до него что-то такое максимально страшное, холодное, мистическое. Аня вместе с этим странным существом уходит вглубь леса. И Олег просто падает без сознания. Просыпается Олег от того, что его будут родители. Он до сих пор точно так же лежал на улице, в банике. Они его трясут, спрашивают, где Аня, что случилось, что происходит. Ну и ребят, как потом они ему объяснили, бабушка звонила родителям, но из-за плохой связи родители смогли только разобрать какие-то два слова. Ну и Олег по сей день жалеет, что на тот момент не осмелился и не побежал к сестре. Потому что никто сестру и бабушку до сих пор так и не нашел. И знаете, ребят, что мне кажется, когда вот я почти что завершила эту историю, помните, когда Олег с Аней обратили внимание на записку на столе, когда собирались будить бабушку и говорить ей, чтобы она их отвозила домой. Записка-то была написана очень странным почерком. И там было написано, что ее не будет дома. А вам не кажется, что бабушку просто-напросто похитило то же самое существо? Потому что все несколько дней, что находились Олег с Аней у бабушки, она вела себя максимально странно. Целый день Олег с Аней голодали. Это было далеко не похоже на поведение бабушки. Ну, как бы, как я вам говорила, она постоянно любила готовить и проводить с ними все свое свободное время. Мне очень интересно, ребят, услышать ваше мнение ниже в комментариях. Пишите, как вы считаете, что же это в конце концов было за существо, потому что Олег до сих пор не может найти свою сестру с бабушкой. Родители очень долго пытались выяснить, что в конце концов происходит. И спустя некоторое время, как только они оттуда уехали и боялись возвращаться, этот дом просто-напросто сгорел. Пишите ниже в комментариях, что вы думаете по поводу этой истории. Я соболезную Олегу, мне очень жалко, что действительно такие ситуации происходят. И я хочу, чтобы вы были максимально осторожными, ребят. И если вы едете куда-то за город, убедитесь в том, что это место безопасное, что все там будет хорошо и что там есть хотя бы связь, потому что это очень важно. Ну, а я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на мой канал, если вы до сих пор этого не сделали. Ставьте лайки. И с вами была Карина Аркелян. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!